так друзья если вы помните когда мы были на кипре я вам рассказывал про квас который продается в городе рига и вот таким вот чудесным образом раз раз дуновением волшебной палочки как говорится мы оказались в городе рига и сейчас мы направляемся в сторону этого кваса его чудеса происходит вот видите здесь разные яблоки за 70 центов с точнее за 70 за 70 этих местных центов здесь сейчас ли латы деньги здесь латы да это где-то евро то есть получается то есть килограмм яблок где-то евро вот но нам нужен квас вот этот вкусный хороший квас который мы которым я вам рассказывал у нас пойдем он у нас продавался в рыбном принципе наши дела здесь уже закончились я здесь много снимать не стал у нас здесь просто была встреча и все поэтому но уже как бы покидая этот город скажем так я вспомнил про квас и вспомнил что я недавно выкладывал видео когда мы на кипре были разные квасы которые на кипре продавались но такого вкусного как здесь я пробовал не было и вот сейчас я хочу в этом еще раз убедиться также вам тоже показать здесь у нас базарчики базарчики идут рынок центральный рынок центральный базаре здесь же и вокзал центральный ведь автобусный вокзал уже до вокзал отсюда отходят эти поезда в том числе и на юрмалу литомок так здесь мясной у нас дальше дальше пойдем вообще рига город он очень красивый особенно осенью сейчас правда еще не такая осень сейчас как вы видите сегодня такой солнечный день вообще когда такая осень когда такая листва лежит все все золотое очень красиво выглядит и здесь также стоит памятник пушкину в парке в одном тоже так очень красиво стоит такое ощущение знаете как будто вы его вот поставили именно в его нужное место особенно особенно почему-то это ощущение возникает осенью не знаю почему может это чисто у меня такие гонки скажем так но чем да да костром здесь конкретно здесь всегда костром пахнет а здесь кажется рыба туру 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 да о как здесь рыба несет здесь рыба и такой копченый соленый всех виду здесь смотрите видите пиво пивасик пьют они это не квас пьют они пиво я думал они пиво пьют а хотя они наверное пиво пьют а видишь пиво продается здесь это было да видите друзья вот такая вот бочка сейчас натуральный класс так цены есть где нибудь 2 литра 1.60 2 литра 1.60 это получается около 2 евро чуть больше 2 2 литра 1.60 2 литра минимум берите 4 литра да ты понесешь ты бы хотел попробовать вдруг он не такой 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 да ну давай один возьмем сначала а потом попробуем на всякий случай вдруг на самом деле тут же все может измениться может тебя заметить попробовать тоже неизвестно у нас будет хорошо потом раз все может быть все может быть здравствуйте а глоток кваса можно попробовать чтобы узнать брать или не брать стаканчик стаканчик давай стаканчик хорошего то есть он какой был я уже знаю что он хороший но я думаю может вдруг изменилось что лучше мы сразу возьмем все так же да а только у вас привезли все берем тогда да просто бывает же время идет что-то меняется все так же да не жалуются но отлично тогда тогда все ты из нее попробуешь скажешь брать ли второй давай давай бери два литра в принципе квас на самом деле очень здесь же них он не жарко как на кипре было там я упил бочками как говорится нет четыре литра бери квас то я в любом случае выпью я имею до просто сам факт он же не так будет пицца гаража жары когда нету часто уже осень у нас такая конкретная притом ну как конкретно хотя сегодня кстати день теплый но это все равно на сегодня жаркий день но это все равно не то одно дело когда 35 градусов 40 градусов жары ты квас пьешь и другое дело когда ты просто квас пьешь видите рыбы очень много 5 30 это где около 6 евро около шести с половиной евро получается такие цены вот здесь тоже очень много разный 2 литра все равно возьмем гулять-то гулять праздник у нас гости собираются на каждому по наперсточку будем наливать поэтому бы квас ценный до чтобы не транжирить а то распоясывается еще не на шуточку квас просто сильнейший вообще мощниковый да еще одну бутылку вот на кипре все-таки такого не было отличный квас и получается смотри если по цене брать вот два литра сколько стоит лад 60 это в евро сколько будет примерно около двух евро да можете почитать а 2 29 2 29 евро 2 30 евро а там стоил сколько там эта бутылка была не помнишь 2 литра было или полтора она была литра 3 евро вот пожалуйста всех благ всего хорошего о вот это сила спасибо всего хорошего так друзья вот как вы запомнили если вдруг захватите хорошенького кваса находимся в городе рига рыбный отдел вот здесь все это можно взять видите здесь очень много разных рыбешек да все так да 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 как он называется я забыл его как-то называл назывался он очень вкусный кстати хлеб это тоже мед здесь друзья видите мед продается потом вот с этим с медом которые из меда из чего делается вот в туалет сходить стоит 15 мест этих лата центров давай договори важную информацию в таких странах там нори в россии ну где вот любят базар и такая вещь так постсоветское пространство скажи так продают рыбу и эту рыбу вот с солянями запахом и эту рыбу они например с когда уже начинают портиться они уже свежую ее не продадут потому что люди скажут что она гнилая ну и тухлая они ее коптят или солят поэтому они по идее надо быть очень осторожным покупая соленую копченую рыбу лучше покупать в каких-то проверенных местах может быть не на базаре ну да но это постсоветское просто и в россии так же делают в украине в россии да 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 есть такая тема с мясом тоже да и вообще мне кажется что именно по этой причине я конечно возможно ошибаюсь ты заметила что в европейских странах нету таких они же вообще считается эта рыба на самом деле вот эта копченая рыба она же считается очень вредной ну да понимаешь то есть она же это же не полезная да и в таких европейских странах нету этого но по другому и не так да она другая чуть-чуть там по другому все есть то она конечно есть то есть выглядит она совсем по другому это не вот эти куски когда такие рыбы лежат такие вот непонятные непонятного окраса и как-то выглядит очень но зато пахнут они очень сказочно конечно ту 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 мёд 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 продается смотрите здесь сколько продуктов друзья вот на самом деле а мы пойдем вот сколько здесь разных этих продуктов продается видите вот когда таких конкретных европейских стран сюда приезжаешь то можно сказать голова просто кружится от количества разных вкусняшек которые здесь есть смотрите вот тортецкий конфеты чай и шоколады то есть очень большой выбор здесь очень кстати вкусные вот в этой риге торты которые называются этот наполеон наполеон да и очень хороший хлеб здесь видите вот этот хлеб черный бородинский там не бородинский вот такие вот темы они здесь очень сильно развитые вообще в плане еды эту рыбу я очень люблю потому что сюда приезжаю здесь очень много есть чего поесть другое дело конечно что ты разрастись можешь так не на шутку но что есть как говорится то есть день добрый я не знаю но какой-нибудь не знаю что жирный может постаре испортится чем не жирный я здесь так принес я здесь так принес я здесь так принес я здесь я здесь больше еще пройти творог берем так у него тоже можно тоже можно просто все боятся что ааааа все боятся что обвесит шучу куда-то пойдем как воздержит жирный какой Semis отворота 21 1 q...... Ну, один килограмм джемного. Ну, вот здесь сметана вот есть. Это же сметана же вот эта? Да. Евро 65 лон. Вот это вот... А это что интересно? Молоко. Это молоко, да? То есть это все свежее получается, видишь? Типа да. И масло тоже, видишь? О, килограмм масла стоит 4,10. Это получается около 4,5... Около 5 евро получается примерно так. А на евро когда переходит Латвия? С 1 января. С 1 января, да? Ну, точно, да. Как думаете, это будет лучше или хуже? Я думаю, хуже. Хуже будет, да? Цены поднимаются, наверное, да? И так поднимаются. И так поднимаются? Да, да. А эти продукты, они все здесь в Латвии, да? Вот эти все молочные идут. Они из какого-то региона определенного или это здесь рядом с Ригом? Толстый. Молоко. Там хозяйство. Кокусы. Ага. Сыр с Милтона. С Милтона, ага. И сметан тоже с Милтоном. А этот сыр тоже латышский, да? Да, вот этот, да? Ага. Вот такие вот масла, видишь, давно я не видел, что такие куски масла лежали. Да. Смотрите, какие лежат жирности, вкусности. Вот таких вот вещей, друзья, европейских, да не только европейских странах, а вообще таких странах, скажем так, да? Ну, это, Латвия, это тоже Европа. Просто я имею в виду, здесь такое постсоветская, скажем так, Европа. Вот. Таких вещей редко встретишь. А здесь все есть. Так, на всякий случай, вот так называется. Лауку пьенц. Спасибо. Спасибо, всего хорошего. Пойдем дальше. Ну, видите, вкусности, сколько пряники, коржики, сладости. Вон, зефир, вон, один, два, три, четыре. Четыре вида зефира и еще шоколадный тоже зефир. Такие штуки еще. Иностранцы тоже покупают, затариваются, сладостями затариваются иностранцы. Прикольные такие. Так, все взяла? Еще надо тишину? Пойдем. Это радует. Скорее. Мне кажется, что больше ничего не надо, мы можем идти вперед. Так, где же здесь выход-то у нас такой вот базар. Рижский рынок. О, конфеты сколько, смотрите. Это вот все конфеты вот эти, которые продаются в русских магазинах в других странах, продаются в 2-3 раза дороже. Так же видите, носочки вязаные, разные эти перчатки, вот такие вот бабушки, которые шьют, тоже, которые вещи, которые тоже редко где, скажем так, встретишь, вот все это здесь имеется. Так, пойдем на выход тогда. Клубника, сладкая клубника. Это местная или не местная? Польская. А вообще клубника вся здесь из Польши, из Польши, да, Завойс или разная есть? Конечно, откуда сейчас Латвия нет. Латвия нет, понял. А что есть латвическое на рынке? Мель. Логично. Мед, пожалуйста, это местный. Спасибо. Мед местный все-таки, да? Мед местный, да. Отлично. А он делается рядом как бы с Ригой или же он... Нет, 100 километров. А как место называется? Паблицкий район. Паблицкий район, окей. Хоть и пробовать. Спасибо вам, пока нет. Спасибо. Так, видите, бананы. Ну да, здесь мало что есть. Мало что есть местного. Так, куда мой боец делся? Вон груши. Грибочки есть. Грибы даже есть. А, да, узбечки, да. Кстати, мы тогда, помнишь, брали очень вкусные эти дыни были. Это же дыни же, правильно? Вообще вкусные. Решки. Вон грецкие орехи, видите, 2,50 стоит. Это, получается, около 3 евро стоит грецкие орехи. А если вы помните, я вам недавно показывал. Не помню, какую страну. Кажется, Кипр это был. В общем, везде, везде грецкие орехи стоят минимум 5 евро. Еще ни одной страны я не видел, чтобы они были дешевле. А здесь 3 евро. Но, правда, надо заметить, что здесь есть самые дешевые грецкие орехи. Они нехорошие. Но чуть подороже которые, то есть 4 евро, допустим. Что, если что-то хочешь, бери. Если нет, то пойдем. Я думаю, может быть, груш. Бери, если хочешь. Ты хочешь, нет? Мне все равно. Абсолютно. Мне главное, квас я взял. Вот. Квас есть. Ну, пойдем тогда, пойдем. Яблоки, яблоки. Дайте я заставить. Тебе нравятся такие? Мобили. Они нечего. Да? Может быть, там на выходе такие есть. Пойдем. Капуста 20 местных тугриков. Получается около 30 центов. Помидоры примерно евро. Огурцы примерно евро. Такие вот цены. Так, в общем-то, сложно сказать, где дешевле, где дороже. Но, чтобы говорить, где дороже, где дешевле, надо помнить, что было раньше. Вот я только некоторые вещи запомнил. Вот эти грецкие орехи я запомнил. Поэтому по ним больше что помню. Остальное, честно говоря, не знаю. Но, как вы поняли, гранаты какие? Гранаты, 4 места флата. Это получается около 5 евро. 4,7-4,5. В общем, до 5 евро. Ваша, ну что тебе так все интересно? Как вы поняли, здесь все говорят на русском. То есть, если на Кипре говорили почти, все по-русски. Ага, арбузы вообще здесь огромные. Смотри, какие. Астраханские, видишь, арбузы астраханские. Огромный такой слава. Огромный. Да, на бой был. Его этот... Стероиды в него закачивали, наверное. Так, ну давай, если хочешь яблоки, бери и пойдем. Если не хочешь, пойдем. Все, вперед там. Так что, друзья, пока все. Совершили такую маленькую прогулочку с вами по рынку. Хотел вам вообще показать, где квас продают, но заодно и город немножко. Такую небольшую экскурсию по местному рынку. Хочу лишь дополнить, что осенью здесь очень красиво. Здесь на самом деле красиво. Остальные времена, допустим, зимой здесь, когда уже снег, знаете, вот такая вот снег, падает, вот эта вот грязь, слякок. Вот здесь ужасно в это время года. А именно осенью, когда осень, когда еще снега нету, слякоти нету, когда вот эти листва такая стоит. Очень красивый город. Ну и сам по себе вообще город тоже красивый. Конечно, он такой постсоветский, скажем так. Такая европейская Россия, можно так сказать. Притом такая провинциальная Россия, но европейская Россия. То есть примерно вот в таком роде. Такие дела. Что, пока все. Смотрите Анзор ТВ. Видимся в Голливуд. Солнечный свет. Спасибо.